Здравствуйте, друзья! Срочные новости! Россия хочет запретить криптовалюту. Вот такие заголовки заполонили сеть. Все об этом говорят. Я думал промолчать, но решил высказать свое мнение по этому поводу. Поставь лайк, если считаешь, что это просто фат ради того, чтобы еще раз обвалить цену биткоина. А еще лайк очень помогает мне находить мотивацию для создания нового контента. Спасибо большое за поддержку. Итак, давай разбираться, что здесь происходит. Но прежде чем мы начнем, я хочу предупредить. Видео не про политику, а про криптовалюту и ее роль в мировой экономике, обходе санкций и влиянии на будущее финансовой системы. Пожалуйста, уважайте друг друга в комментариях. Итак, вот что пишет Binance. Россия делает значительные шаги к полному запрету публичного использования криптовалют. Предлагаемый запрет, который должен вступить в силу с 1 сентября, запретит общее обращение всех криптоактивов, за исключением официально выпущенных на территории России, а также майнеров, майнинг-пулов и проектов Банка России. Иными словами, это можно рассматривать как запрет операций с цифровыми активами в банковской системе и запрет нерегулируемых негосударственных криптовалютных транзакций на территории страны. Запомни эту формулировку, она еще нам пригодится. Сейчас в России действует запрет на расчеты в криптовалюте, но не на ее обращение. Новый документ вносит уточнение. Запрещается организация обращения цифровой валюты. Также запрещается реклама цифровых валют и реклама организации обращения цифровой валюты. Это еще не подписанный закон, а всего лишь инициатива некого Анатолия Аксакова. Я не знаю, кто это такой. Кроме него есть еще ряд депутатов, подписавшихся за рассмотрение законопроекта. Вот их фамилии. Сам Аксаков говорит, что этот закон должен убрать конкуренцию цифровой валюте Центрального банка, а также контролировать криптоэкосистему на фоне растущей геополитической напряженности. Запомни эту причину, потому что мы ее потом разоблачим. Также закон должен разрешить обороты лишь цифровых рублей. Я читаю это и думаю, это так странно? Они действительно хотят запретить биткоин и криптовалюту тогда, когда они сами их используют? Давай начнем с этой цитаты Международного валютного фонда. Казалось бы, при чем тут это? Но скоро ты поймешь. Международный валютный фонд считает, что биткоин стал необходимым финансовым инструментом для сохранения благосостояния в условиях финансовой нестабильности. Что такое финансовая нестабильность? Это, например, коллапс национальной валюты по отношению к доллару США. Или, например, 250% инфляция в стране. Как в Аргентине. Финансовая нестабильность в Аргентине мотивирует рост спроса на биткоин и криптовалюты. Спрос аргентинцев на биткоин вырос до максимума за последние 20 месяцев. Финансовая нестабильность это также и санкции, усложняющие процессы, которые ранее были простыми. Например, Венесуэла ускорила переход на крипту в связи с нефтяными санкциями. Некоторые страны уже пытаются договориться об использовании цифровых валют, а не доллара, для международных расчетов. Иран назвал перспективным направлением использования криптовалют для обхода санкций и международных расчетов. Россия с ним согласилась. Согласилась и потом решила запретить. Правильно? Звучит как-то нелогично. Но что об этом говорят в США? Подразделение Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями, Финсен, говорит, что использование криптовалют подвергает опасности мировую финансовую систему. Международный валютный фонд говорит, что криптовалюты угрожают стабильности мировой экономики и спровоцируют великую цифровую депрессию. Похожую риторику можно встретить у многих стран, входящих в состав организации экономического сотрудничества и развития, которую знают как ОСР. Неудивительно, что эти страны, особенно США, боятся, что другие страны начнут использовать криптовалюты, а не их финансовую систему. Систему, в которой они могут экспортировать инфляцию, например, через продажу долгов, облигаций или чисто за счет того, что другие национальные банки используют доллар в качестве резервной валюты. А теперь я хочу показать тебе ряд очень странных событий, которые связаны с международным валютным фондом, некоторыми странами с финансовой нестабильностью и, конечно же, криптовалютами. Например, вот это. Аргентина, ранее считавшаяся дружественной криптовалютой, внезапно меняет свою позицию. Через несколько дней после того, как крупнейший частный банк Аргентины решил добавить криптовалюту, этот же Центральный банк объявляет о запрете операций с цифровыми активами в банковской системе. Центральный банк Аргентины принял решение запретить нерегулируемые, негосударственные криптовалютные транзакции в традиционных банках. Что-то напоминает, да? Конечно же, этот предложенный Аксаковым законопроект. Очевидно же, что на это решение повлиял Международный валютный фонд, который оказал давление на политиков. Далее, очень интересно вот это. Пакистан планирует ввести запрет на криптовалюту. Это даст некий бонус в переговорах о финансовой помощи с Международным валютным фондом. Интересно, что за бонус за запрет криптовалюты. А затем еще Нигерия то запрещает криптовалюты, то блокирует банковские счета криптотрейдеров, то вводит свою цифровую валюту, которую, кстати говоря, МВФ даже похвалила. Затем Индия запрещает 9 крупных централизованных бирж и задумывается о запрете использования негосударственных криптовалют для платежей. Народный банк Китая заявил о том, что биткоины – это не валюта, и на рынки они обращаться не должны. Также правительство Китая в 2021 году ввело запрет на использование частных цифровых валют. Разрешены только государственные проекты. Тоже что-то напоминает? Напоминает законопроект Аксакова, не так ли? Везде мы видим один и тот же почерк. Такое ощущение, что некие люди рассылают в различные страны один и тот же закон. Запретить оборот частной криптовалюты. Запретить негосударственные цифровые валюты. Разрешить только правительственную цифровую валюту и так далее. И теперь мы видим российский законопроект, подобный нигерийскому, китайскому, аргентинскому и индийскому, и даже пакистанскому. И этот законопроект предложен Анатолием Аксаковым и подписан рядом других депутатов. Но похоже, что Китай собирается избавляться от этого, а не вводить эти запреты. Посмотри, что он делает. Он рекордно покупает золото и также рекордно продает облигации США. Почему он это делает? Хотя бы потому, что он не хочет заморозки активов. Если бы, например, в России хранили резервы в биткоинах, то их бы не заморозили. Китай 17 месяцев подряд рекордно скупает золото. В течение десятилетия запасы ценных бумаг казначейства США в Народном банке сокращаются. Китай знает, что США может превратить их в оружие и украсть, как это уже ранее происходило с Фенесуэлой, Ираном и другими странами. А теперь я хочу сказать следующее. Любая страна, если она разумна, должна не запрещать биткоин, а наоборот, включать его в свои резервы. Именно так ты можешь защититься от геополитических рисков. Посмотри на эту статью. И В. Бенаим говорит, что Центральный банк Швейцарии должен включить биткоины в свои резервы. Добавление биткоина в резервы Центрального банка поможет защитить суверенитет и нейтралитет страны во все более неопределенном мире. Все более неопределенном мире. Вернемся к Оксакову. Каким образом связаны запрет биткоина и организация оборота криптовалюты с ростом геополитической напряженности? Вот швейцарец говорит четко, биткоин в резервах это защита суверенитета страны на фоне все более неопределенного мира. Что можно перефразировать на фоне роста геополитической напряженности. Вот мысли умного человека. Мы используем биткоин для защиты от геополитической напряженности. Каким образом нам поможет запрет биткоина? Теперь очевидно, что законопроект Оксакова о запрете биткоина, оборота криптовалюты и вообще всего криптовалютного, что не связано с государством, это бред. Здравомыслящий правитель никогда такого не сделает. Ведь если он здравомыслящий, он поймет, что государство никогда не потеряло бы 300 миллиардов долларов, если бы добавило их в биткоин. Однако это лишь мои мысли. Как оно будет в реальности, покажет время. Я не буду удивлен, если они реально все запретят. Но тогда это посеет сомнения. А не исполняет ли группа депутатов во главе с Анатолием Оксаковым заказы Международного валютного фонда и других организаций? Ведь законопроект, предложенный ими, абсолютно такой же, который заставляли Али подписывать другие страны в Международном валютном фонде и других организациях, которые пекутся о современной финансовой системе. Меня зовут Богатейши Ди. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok